Друзья, добрый день! Всё-таки я решила опять выйти в эфир, потому что возникают какие-то озарения такие. Просто сначала ты что-то знаешь, например, а потом это приходит этому один раз подтверждение, второй, двадцать пятый, тридцать пятый. Всё это не перескажешь, но тогда уже всё, ты точно знаешь, что это так. И мне хочется с вами поделиться этим знанием, что точно так. И тема сегодняшняя, она очень такая простая. Почему нельзя есть мясо животных? Вот никто об этом так не говорил, особенно, ну, там говорят, вредно для здоровья, там ещё. А я сейчас совсем с другой позиции на это посмотрю и скажу вам. Ну, наша христианская религия предполагает, что человек умирает, один раз живёт, умирает, потом в могиле гниёт до последнего атома, находится под землёй, там, мучится, там, или что. И потом, значит, вот он там лежит и ждёт страшного суда, который уже две тысячи лет там ждут, и никак он не приходит. Индийская же религия и философия, которая более древняя, естественно, чем Ветхий Завет и всё, она утверждает, что, и у меня тому есть точное доказательство, что есть в этой жизни круг сансары, так называемый, круг перерождений. То есть человек умирает, потом он снова рождается, но рождаться он может в разных формах. Он может родиться деревом, родишься бабом и будешь бабом тысячу лет, пока помрёшь. Он может родиться и животным, особенно животным. Вот, то есть получается так, что, допустим, представьте, что у вас был любимый муж, он умер, или любимая жена, или сын, или дочь, или родственники, они умерли. И они переродились, например, в коровок, в овечек, или в кого-то, что ещё люди едят, в свиней, в конце концов. И эти свиньи родились у вас, то есть попали к вам и живут в вашем дворе. Ну, вы их выращиваете, кормите, а потом режете, например, это в деревне. И это поедаете. То есть вы съели кого? Своих родственников. Ну, вообще, все животные, которые сегодня есть на земле, утверждает индийская философия, что это действительно люди тоже. И они обладают такой же степенью и боли, и всего, то есть и знаний. Вот, и получается, что человек, который ест мясо животных, он становится каннибалом, то есть людоедом. Поэтому в Индии таких людей называют ракшасой, то есть людоедой. Вот, а если родственников ещё съел, понятно, вообще просто весело. А вы дальше на эту тему поразмышляйте, очень весёлая тема. Я поел всех своих родственников, были у меня, приуплотились свиней, я их всех съел. А в результате всего этого, становясь вот этим ракшасом, или этим людоедом, люди между собой начинают страшно конфликтовать. И все конфликты на земле, и вот эта вражда, и ненависть друг к другу, она как раз произрастает от того, что человек ест мясо животных, которые были до этого людьми. И животные к вам просто так не попадают, должны понимать вы. Некоторые люди, там собаки, кошки, как плохо относятся к кошкам. Вот у нас на даче один какой-то дебил, коту выбил глаз, подбил лапу, он приходил ко мне поесть. Представите, как у меня сердце болело. Просто невероятно. И часто убивают собак, выбрасывают их, развлекаются, потом выбрасывают. Ну вот скажите мне, это что, это нормально? Они даже не понимают, что они творят. Но от того, что они не ведают, что творят, это не значит, что они будут не отвечать по закону. Если вы съели своего родственничка, извиняюсь, то в следующей жизни вы тоже станете этим же животным, там говядиной этой коровкой, или там свиньей, или кем-то. И вас тоже, а те станут людьми, и вас тоже съедят. И вот этот процесс бесконечный. Все друг друга поедают. Отсюда это называется ракшасой. Эта тема очень такая короткая, но она должна быть понятная вам. Конечно, если вы не верите ни в какие перерождения, и считаете так, как считает христианство, что на земле душа родилась один раз, вот умерла, умер человек, и ждет себе страшного суда, хоть сто тысяч лет. Будет ждать, не дождется там, или дождется. Это уже другое дело. И вам надо все это для себя постановить. Но если есть, ну как я, человек подозрительный очень. Допустим, я поверила в христианскую, так сказать, традицию, или в христианскую религию, мне вот это сказали. А потом я узнаю в Индии другое. Конечно, я буду перепроверять. Я никому не доверяю, не верю. Я вообще против любой слепой веры. Если люди слепо верят во что-то, им говорят, уйдут в рай. Какой это рай? Что там в этом рае? Или уйдут ли они в рай? Или они не уйдут туда? Доказательств нету. Все те блогеры, которые рассказывают, что-то там такое, они могут, конечно, какие-то переживать умственные свои впечатления, но это не значит, что это так. Они могут даже переживать в каких-то снах, там что-то, но это не значит, что это так. Те силы, которые, допустим, нами пользуются, они могут навевать все, что угодно. На самом деле, вот Индия тоже считает, боги, которых очень много там, они хотят, чтобы люди им поклонялись. Если люди будут им поклоняться, они отдают свою энергию туда, и за счет этого боги обретают там силу, энергию и все. Но если хороший бог, так же, как и правитель, мы отдаем ему свою энергию, то он, конечно же, для нас делает все хорошо. А если это другой такой бог, который наоборот. Ну, в общем, вот эта тема требует очень глубокого размышления. Но то, что мясо есть нельзя, вот вы знаете, я так устроена. Допустим, мне говорят, вот это можно, вот это вот хорошо, а потом раз, и я нахожу другую информацию. Я перерою, все, вверх тормашками переверну. Но буду узнавать, правда это или неправда. И если у меня даже будет вот это между правдой и неправдой, то есть слово не знаю пока как, я не буду это есть, я не буду это пить. То есть я так устроена. Я не знаю, как вы. Многие люди просто доверяют там прессе, доверяют книгам, доверяют еще чему-то. Я никому и ничего не доверяю. Я все проверяю. То есть я доверяю, но проверяю, чего и вам желаю. Всего вам доброго, дорогие друзья. Я думаю, что если вы это в полной мере осознаете, что вы поели своих родственников, например, то, конечно, или съедите еще будущих там в форме уточек или в форме гусей, там, не важно, или в форме овечек, или в форме свиней, то я думаю, что вы остановитесь. Теперь в магазинах, конечно, продаются там как бы безымянные, но мало ли кого вы там съедите. Ну, в общем, все, думайте на эту тему. Она и юморная, и настоящая.